Два слова об этом форте. Надеемся, что когда-нибудь мы все-таки его посетим. Сан Ридо Элизавеса Сан представлял собой и представляет мощный трехэтажный бронированный форт внешнего кольца крепости Пшемысль. Сочетая в себе функции ближней и дальней обороны, объект был построен в 1892-1896 годах по проекту генерала Морица фон Бруннеля. Он расположен на северном участке тропы Черной крепости и зеленой велосипедной дорожки. Там можно увидеть, среди прочих, хорошо сохранившийся тир, так называемая Стена Корно, сеть подземных коридоров с люками и остатками бараков. Очень интересно. Несмотря на значительные разрушения, Сан Ридо по-прежнему вызывает уважение своими размерами и размахом, так сказать, вызывая воспоминания о временах рассвета одной из крупнейших европейских крепостей. Сан Ридо связана вот именно эта загадочная история русских пленных, заживо захороненных при взрыве форта в день сдачи крепости. Мол, о них забыли в двух ипостасях. Когда после Первой мировой войны здание планировалось сносить, во время работы в одном из погребений был обнаружен крайне истощенный, похожий на фантома человек. Благодаря запасам еды и воды ему удалось выжить в руинах форта несколько лет, но он потерял рассудок. Срочно доставлен в больницу, но и вскоре скончался. Дело так и не было раскрыто полностью. На его основе был снят фильм Джека Шакрулькевича под названием «Форт-13». И такая информация «Форт-13-Б более страшится» 1056 метров. Ага, вон здесь тысяч, то есть в танце страны, помню. И вот форт «Форт-13» Сан-Рыдо, 100 метров до него. Вот такая табличка. В конце, тут ничего не написано. Тут есть сейчас написано «Конец трассы». Пенький. Сан-Рыдо произносится «Рыдо», хотя местные несколько поправляются, когда им так говоришь. От французского «Ослона» Сану бронированный форт класса «Эйнхайцфорт» с проектированным морицем фон Бруннером, входящий в внешнее крепостное кольцо Пшемысской крепости, отмеченный цифрой 13. Их тут несколько. Легко доступный, расположен в городе, или, можно сказать, в малой местовости, более страшится, и примерно в 6 километрах от Пшемысля. В общем, все эти официальные данные, как вы видите, спорные. Фактически, и даже если сейчас ехать, то это надо проехать 9 километров до этого места. Поэтому абсолютно нельзя соглашаться, и все надо проверять. Итак, мы вышли к форту в Сан-Рыдо. Номер его 13. Удачное, просто великолепное путешествие до него, просто вся 10-15 минут. Но Бог как, вы духа этого 19 километров, или 9-9 километров до коровки пасутся. Но мы тут еще, так сказать, все постараемся обойти. Ну вот, главное, можно сказать, казематы. Тут были сильные разрушения, учитывая выдвижение этого форта на северо-восток от Пшемысля. Так мне кажется, ну да, посмотрите, естественно, тут были бои. Некоторые форты достались справиться легкими, в которых я уже бывал. Но этот форт пострадал. Видно, тут сильные разрушения, очень сильные. Так, ну, прежде всего, пройдемся и прочитаем всякие вот эти дела. Ну вот, на трухом таком холме, по крайней мере. На таком вот небольшом холме. Да, все ходило время уязда. Вот форт Сан-Ридо. Ну и тут, вот он близко нас. В общем, займемся этим. Ну и так, друзья, мы находимся на форте Сан-Ридо. Сейчас прочитаем информацию общую для восполнения наших пробелов в истории этого. Ну и так, главный форт панцерный, так званный «едносковый». Форт Сан-Ридо, сбудованный в летах 1892-1996, то есть сбудовали, строили до его где-то 4 года. По ближайшему месяцу давнего шанса 16-го, распочиненного в року 1854-го. Лечь неуконченного, кстати, заметьте, друзья. Вот так все делают эти форты именно в этот период, то есть после так званой «Крымской войны» первой мировой. Ведлух идеи Морица фон Бруннера, форт Бруннер, то есть не лечь, Ведлух проекту допрацованного в войсковом комитете техничным, яка один из двух, пшумыслю, и один из четырех в Галиции. Был ответ на кризис фортификации, который наступил под конец лет 80-19-го. А споведованный был в налазке новочесного потиска, прежде чем все до тех часов фортификации оказались сбыть слабые структуральные. Всякие неврологические элементы оброны старались укрыть под панцерами. Форт называемый был «едносковым», где же группованы на нем все родаи оброны далекие. Три штуки 15-сантиметровых гаубиц вежах панцерных. Три штуки 15-сантиметровых моддежи вежах панцерных. Близкий вал для пехоты. И беспоследний шесть штук 8-сантиметровых взял за торчами панцерными в капонерах, а также оброны бочной в двух традиторах. Ага, и традитор это не. И традитор правосторонный был двупинтровый и крыл 4-штуки 8-сантиметровых взял в казематах панцерных. Контролировал он до лины Сану. Для этого тоже французская назва форта пломочена, якого слона Сану. Барди праведловым пломочением есть, едных джек Сану. Форд, отыгравший значение, хоть не беспосредней роли в оброне премисля, как один из самых разнейших в Твердзе, что стал военково старанним высадженным 22 марта 2015 года. Форд 13-сантиметровый взял на завтра значение боевого высадженным. Ну и разборки начались еще при австриях. Были контейнованы в окресе Минжурдзи военным. А пусть не аж полято 70-е и 20-е господицы. Здесь заховалась а единая стена, нароженная кошарь, нецела, голодна и дольна, бандерна. Схронт был подготовлен и ходил на малый дольна. А раз в чайце галерии, в чайце стоку фусы лево-шедлого, на помера реверсово, ушказона. В общем, вот, мы тут, вичтаны, зараз начнемы огленов. Так, в общем, там пусть. Есть тут, что есть, форт Патенжный, велький, ну и так далее. На заполе для дела слады фортификации половых, уникальный в Твердзе Пшемицкой двупозимовый скридловый, скриджевание друг раздобрый, захована зелень фортична, в вынику реализации проекта в летах 13-14-21 столетия. Уможливлено безпечное звездание форту, слонянто фундаменты правила скридла, кошар или моментальные руины стяны плецовой, так званой нароженной. Отважено ввести до схрону, поготовя на валы пехоты за всем повсталой галерии, уможливлено подъявление экспрессивных звалиск столпы левой скридла кошар. Руины, онделизованы оградениями припоминающими элеваций неиснованных будовлей, едной кондиции кошар, корпусу кошарово-бойового, а раз старши панцерны и стрельницы капанеры. Мимо того, объект належи зведзать с числевых двух вызначенных стежек и не сближаться до зруйнованных частей будовли. Драматичный моментальный руина взяла я на выображение. Припоминаю, что Яна Ружацкого в одни как взгляд 60-70-х фантастичные новеллы Банды Кохутницкой и Таймница форта XIII, опубликованного в летах 20-х. Знайдем, прочитаем. 20-го веку сподавала я втурной лечене разрывальны по лончении легенды о двух позаставенцах, взиматах на велю лет офицерах российских, власне, с более страшистским фортом XIII. Власне, тут были те российские закопаны офицеры. Повести взмочнил уваженный за культовый польский фильм, фабулярный с Истрем Джигарсом Крулькевичем. Дичь легенда-то она лежит юждо канону месяца. Ну и вот так его отсос. Вот этот форт в своей, так сказать, красе, когда он еще был более-менее хорош. Друзья, вот уже второй год руинной крепости Пшемыськой восхищают меня. Наконец-то мне удалось выбраться в форт VII Пролковцы сюда вот весной, когда кусты и деревья еще не везде полностью обросли листвой. Ну и тогда, конечно, гораздо лучше видны старые заросшие форты. Вот если бы мы, кроме Пролковцев, а мы посещали еще форт Брунер, правда это было в октябре, еще было зелено, но и нам, если бы нам удалось, наша цель будет посетить форт Сан-Видро, и тогда там, как известно, проведены большие ремонтные работы. И форт, конечно, если не приобрел первоначальный облик, то наверняка вызовет интересный у всех наших подписчиков нашего канала. Надеемся, что скоро мы это осуществим. Приглашаем заранее. Сан-Видро Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова